Время новостей на первом областном канале в студии Анастасия Петраша. Здравствуйте и смотрите в сегодняшнем выпуске. Работа «Стресс» Белогорский фельдшер рассказала, как ее удерживал пьяный дебошир в квартире. В превышении полномочий полицейский получил срок за то, что застрелил хулигана возле кафе «Китай-город». Полет отменяется. Руководителя управляйки, задолжавшие 30 миллионов рублей, не пустили на самолет. Умение договариваться эту науку придется постичь жителям одного из белогорских домов, чтобы снизить тариф на услуги. Сочный товар тепличный перешел на круглогодичный режим работы. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. Не переключайтесь. За дело белогорского фельдшера скорой помощи взялись следователи. Напомним, несколько дней назад помощь потребовалась одной из жительниц Белогорска. Приехавшую девушку-медика сожитель пострадавшей горожанки закрыл в своей квартире. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело. Об опасном вызове белогорские медики рассказали нашему корреспонденту. Вот вы ее не забираете, вы с ней не уезжаете, значит вы останетесь здесь, рядом с ней здесь ляжете. Вот это были его слова. Каждое дежурство для фельдшера Елены Игишевой теперь стресс после одного из последних вызовов. На полчаса ее закрыли в квартире. Мужчина избился жительницу, в этом призналась пострадавшая. Ей понадобилась помощь. На уговоры поехать в больницу женщина не реагировала. Ну, женщина категорически отказалась, после чего мужчина закрыл дверь на ключ и начал мне угрожать, выражаться нецензурной бранью, ну, в мою сторону. Если бы я повела себя, может быть, немножко неправильно или как-то в грубой бы форме с ним разговаривала, ну, неизвестно, как бы, чем бы это все обернулось. Из квартиры заложницу вызвалили коллеги. Елена Игишева обратилась в полицию. По факту незаконного лишения свободы сейчас возбуждено уголовное дело. Им занимаются следователи Белогорска. По закону нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, практика расследования данного уголовного дела будет также обобщаться на уровне центрального аппарата, поскольку Следственный комитет занимает активную позицию по защите медицинских работников от преступных посягательств, поскольку работники здравоохранения отвечают за жизнь, здоровье наших граждан. Если в больничных палатах горожане ведут себя культурно, то дома с медиками не церемонятся, переходят всякие рамки. С хамством, оскорблениями, унижениями фельдшеры сталкиваются регулярно. Приезжают на вызовы и к людям в алкогольном опьянении, и в наркотическом. Последствия таких визитов порой бывают непредсказуемые, но медики стараются помочь всем. Причиняя вред медику, порой даже люди не замечают, что они лишают возможности других пациентов получить какую-либо медицинскую помощь в дальнейшем. Медик вынужден уйти на больничный, регисты, естественно, и уже другие пациенты у нас в силу воли уже недополучают помощь. Откуда, конечно, все такое идет у население, мы сами порой понять не можем. То ли какая-то агрессия у нас поднялась во всех душах у людей, то ли еще какие-то факторы. Нападения, как таковые, да, они у нас всегда происходили и происходят, в принципе, на бригаду. Сейчас медикам остается лишь надеяться, что отношение граждан к ним изменится. Пока скорая продолжает работать в привычном режиме. В любую минуту помощь может понадобиться каждому. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Максим Шейкин, Первообластной. И немного о работе бригад скорой помощи в Преамурье в продолжение темы. Итак, в настоящее время в области оказания скорой медицинской помощи ведется одной станции в Благовещенске и 37 отделениями и постами в составе городских, районных и участковых больниц. На станции и в отделениях трудится более 1600 сотрудников. Укомплектованность кадрами составляет почти 85%. Согласно статистике, в 2016 году по области среднесуточная нагрузка на одну бригаду составила 7,9 вызовов. В 2015 – 8,8. Тем временем, в Благовещенске последние годы этот параметр довольно высок – 13-16 вызовов в сутки на одну бригаду. При рекомендуемой нагрузке – в 9 вызовов. Стоит отметить, что и на региональном, и на федеральном уровнях мониторят ряд показателей, которые важны для снижения смертности. Например, время доезда бригад на место ДТП. Отмечено, что большая часть отделений и постов скорой медицинской помощи Преамурья выполнила мероприятия, необходимые для своевременного доезда скорой до места происшествия до 20 минут и уложилась в общий предел 94,2%. Важно и время оказания помощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях. Так, в прошедшем году время ожидания медика в пределах 20 минут зафиксировано почти в 93% вызовов, что на 3% выше, чем в 2015 году. При остром инфаркте миокарда скорая приезжала к пациентам в пределах 20 минут в 96% вызовов. При остром нарушении мозгового кровообращения в 96% вызовов. Полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Такое решение вынес Благовещенский городской суд полицейскому, стрелявшему в мужчину у кафе «Китай-город». Суд решил, что сотрудник полиции превысил должностные полномочия. Уголовное дело в отношении него возбудили по статье «Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Виновность полицейского подтвердили свидетели и заключение экспертов. Напомним, в декабре 2015 года наряд полиции прибыл в кафе по вызову о драке. Полицейский задержали двоих мужчин, когда к служебной машине подошел еще один мужчина и ударил участника конфликта. Страж порядка попытался применить резиновую дубинку, но мужчина уклонился и ударил стража порядка в грудь. После этого Благовещенец попытался скрыться. Полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов, а затем выстрелил в убегающего. По данным следствия, убегавший не представлял реальной опасности для стража порядка. Таким образом, полицейский превысил меры для задержания. Одиночное сквозное огнестрельное полевое ранение стало причиной смерти потерпевшего. Сенатор Атамурской области Александр Суворов встретился с руководителем Русгидро Николаем Шульгиновым. Вопрос, которому уделили особое внимание, это развитие электроэнергетики в Преамурье, а также кадровый потенциал нашего региона. Говорили и о взаимодействии руководителей крупнейшей энергетической компании с профсоюзными организациями этой отрасли. Особое внимание стороны уделили особенностям проведения расчетов за потребленную электроэнергию и тепло в городе Благовещенске. В частности, сбалансированности в расчетах с амурскими коммунальными системами, а также деталям ввода в эксплуатацию Нижнеборийская ГЭС с этапом финансирования и проведения очистки ложа водохранилища. Для Амурского газоперерабатывающего завода начали строить железнодорожный мост через реку Большая Пера в Свободненском районе, по которому будут доставлять грузы. Конструкция станет связующим звеном ветки и соединит газоперерабатывающий завод с Забайкальской железной дорогой. Протяженность мостового перехода, который возводят по уникальным технологиям, составит 252 метра. Он будет состоять из 8 опор и 7 пролетных строений, сообщает пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ. Помимо моста, в инфраструктуру ГПЗ войдут и 45 километров железнодорожных путей, две станции – Заводская и Заводская-2, а также путепровод через автодорогу Благовещенск-Свободный. Сейчас на стройплощадках железнодорожной инфраструктуры работают 225 человек и 104 единицы техники. Напомним, Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность – 42 миллиарда кубометров газа в год. Обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, ремонт дорог – эти и другие вопросы рассмотрели на заседании. Совета муниципальных образований Амурской области. Ассоциация, куда входят главы городов, районов и сельских поселений, собралась уже в 17-й раз. На Совете муниципальных образований поднимаются самые насущные для территории вопроса. Это и социальная сфера, экономика ЖКХ. На таких встречах главы обмениваются опытом и совместно ищут пути решения проблем и задач. В этот раз говорили о работе административных комиссий, увеличении их полномочий, эффективности взыскания наложных штрафов и внесении ряда изменений в административный кодекс. В работе ассоциации традиционно приняли участие члены Амурского правительства. Сегодняшний день у нас насыщенные вопросы, повестки злободневные, эти вопросы, с которыми вам приходится ежедневно сталкиваться на своих уверенных территориях. Поэтому на этом совещании по поручению губернатора присутствуют члены правительства, которые будут докладывать по этим вопросам, которые ассоциация внесла в повестку сегодняшнего совещания. Амурские антимонопольщики за прошедший год рассмотрели 40 дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 12 дел по факту злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением. Также 16 дел возбудили в рамках закона о защите конкуренции. При этом в сфере продажи ГСМ таких нарушений, как годом ранее, выявлено не было. Амурская УФА сочеталась о проделанной работе за 2016 год. В прошедшем году, рассказали антимонопольщики, увеличилось число выданных предупреждений. В 2015 их было всего 14, в 2016 уже 66. Наибольшее количество дел по предупреждениям выдано по статье 15 закон о защите конкуренции. 45 предупреждений, это составляет 68% по отношению к общему их количеству. Субъектам естественных монополий выдано 7 предупреждений. В разрезе товарных рынков наибольшее количество дел рассматривалось в отношении страховых услуг, водоснабжения, водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства и торговли. Неплохо поработали антимонопольщики в сфере нарушений при госзакупках. Проведено 200 проверок. Всего проверено 893 закупки. Из них 207 были размещены с нарушением законодательства. Еще один острый момент – нарушение закона о рекламе. Так, в прошедшем году в Уфас поступило 62 обращения о соответствующих нарушениях. Основные жалобы – распространение СМС-рекламы без согласия абонента на получение таковой. Директор обанкротившейся Благовещенской управляющей компании утром 17 февраля не смог улететь на отдых в Краснодарский край. Вместе с работниками аэропорта его встречали судебные приставы и вернули обратно в Благовещенск. К слову, управляющая компания задолжала ресурсоснабжающим предприятиям за несколько лет более 30 миллионов рублей. И платить пока не собирается. На месте задержания работала наша съемочная группа. Благовещенский аэропорт. На часах половины девятого утра в этот день улетали три борта. Один из них на Москву, в Домодедово. У стойки регистрации пассажиров встречают не только сотрудники воздушной гавани, но и судебные приставы. Правда, последние пришли сюда ради конкретного человека. Ждали почти час и дождались. Эта история началась несколько лет назад. Управляющая компания, собирая деньги жильцов, забывала оплачивать счета ресурсоснабжающих организаций. В 2015-м компанию признали банкротом и включили в реестр должников АКС. Конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством о привлечении бывшего руководителя этой компании к солидарной, говоря, субсидиарной ответственности за долги компании. Судом это ходатайство было удовлетворено и выдан исполнительный лист на взыскание сжигали на денежных средств в общей сумме более 30,5 миллионов рублей. Бывший директор уже бывшей управляющей компании со своей спутницей направлялись транзитом через Москву в Краснодарский край. Купить авиабилеты он не забыл, а вот паспорт свой оставил дома. Так ответил мужчина на просьбу приставов показать документы. И парировал, мол, паспорт должны привезти знакомые через полчаса. А о том, что его разыскивают, слышат впервые. В регистрации будете проходить? Документы вам нужны для регистрации? А нет, где же документы? Подвезет кто? Какой человек? Сегодня в случае должник имел более 30 миллионов долгов. О долгах он прекрасно знал, скрывался от судебных приставов. Неоднократно к нему выезжали по адресу прописки, по адресу, где он официально работает. Он находился то в отпуске, то на больничном. То есть оставлялись требования, передавались. Он игнорировал судебных приставов. Улетела ли его спутница, неизвестно. А вот самому должнику в ближайшее время вместо отдыха на море предстоят другие хлопоты, менее приятные. Сначала судебными приставами, а затем финансовые. Ведь отдавать долги все равно придется. Ирина Кобзарь, Максим Шекин, Первый областной. Жители Белогорска жалуются на высокие цены за коммунальные услуги. В одном из домов города с нового года резко возросли тарифы за ЖКУ. По словам жильцов, для них скачок цен стал неожиданностью. С чем связано повышение и как решить проблему, разбирался наш корреспондент. Суммы в квитанциях жильцов в доме номер 7, расположенном в переулке Весеннем, выросли в два раза. Людмила Белоусова платит по счетам регулярно. Цифры в платежках редко менялись. Однако в этом году произошли метаморфозы, неприятно удивившие Людмилу Викторовну. Тепловая энергия. Сказали, что у нас перерасход энергии, тепловой энергии. Квартиру нам отапливают, как всегда, как всегда. Мы даже батареи не включаем, потому что, ну сами знаете, что зима теплая в этом году. И это не только ядно. Вот все жители, там еще две квитанции мне передали, их нету. Это у всего дома. Это здание в 2013 году передали муниципалитету, как жилье для сирот. До этого времени строение принадлежало предпринимателю. Сейчас некоторые квартиры занимают пенсионеры, которые, по словам управляющей компании, единственные платят по счетам. Поэтому растущие суммы в квитанцах вызывают у них особенное недовольство. Жильцы пишут жалобы, письма в различные инстанции, регулярно обращаются в управляйку. Но найти общий язык никак не получается. Сын у меня ездил, конечно. Дело в том, что там, ну, ему, например, ну он у меня молодой парень, горластый, ему сказали, как вы все надоели нам. Никто нас не слышит. Никто. Вот я платила за свою квартиру 1500. В этом месяце мне платежка, у меня сейчас нету, 3900. С жильцами работают специалисты управляющей компании «Концепт». Коммунальщики объяснили, с нового года на 10 рублей выросла стоимость за содержание общедомового имущества. Сейчас она составляет 31 рубль с квадратного метра. Чтобы стоимость была меньше, жильцам надо было провести общее собрание и определить перечень предоставляемых услуг. Но этого они не сделали. В рамках жилищного кодекса управляющая компания в таком случае имеет полное право самостоятельно инициировать собрание, что и было нами сделано. С конца октября по середину ноября в данном доме проводилось такое собрание. К сожалению, собственники решения об утверждении нашего предложенного им перечня и, соответственно, размера платы за эти услуги не было принято. Если собственники помещения такого решения не принимают, мы вправе определить эту стоимость этих работ и перечень этих работ самостоятельно. Сейчас жители коммуналки платят по тарифу. В доме не установлен общедомовый счетчик. Чтобы решить проблему, собственникам необходимо сначала договориться между собой, какие услуги им необходимы, обозначить проблемы и организовать общее собрание, а уж потом пересматривать тариф с управляющей компанией. Денис Фериденко, Андрей Цветков, Первый областной. Амурский комбинат «Тепличный» переходит на круглогодичный режим работы. На предприятии уже запущена вторая линия. В планах через год запустить и третью очередь. Тепличная не только наращивает мощности, но и ассортимент выпускаемой продукции. Наш корреспондент Юрий Камышный подробнее. За окном февральская вьюга, а в этих теплицах настоящие субтропики. Температура выше 20 градусов со знаком «плюс». Влажность 60-70%. Идеальное условие для выращивания огурца. На этом гектаре среднеплодный мева. В соседнем помещении набирает сил длинноплодный и мея. Голландские гибриды прекрасно себя чувствуют в амурском грунте. С одного квадратного метра здесь собирают 90 килограммов огурца в сутки. И все это наше, отечественное, а не привезенное из соседнего Китая. Считаю, что длинноплодный огурец прибыл к нам из Китая. Это не так. Этот огурец мы выращиваем здесь, сами. Просто это немножко другой сорт. По вкусовым качествам и мея ничем не уступает меве. Это такой же вкусный сладкий огурец. Просто это длинноплодный. Субстратом для выращивания огурца в этих теплицах служат так называемые маты. Специальный блок, наполненный смесью из микро- и макроэлементов. Вода и необходимые растения и питательные вещества подаются через специальную капельную систему. Как здесь говорят, работать один куст будет 3-4 месяца. И все это время он будет давать урожай. Параллельно с плодоносящим стеблем будет набирать рост новый саженец. Это и есть беспрерывная технология. Свежие овощи к столу благовещенцев будут поставляться круглый год. Та технология, которая сейчас внедряется нашим комбинатом, она позволит нам обеспечивать наш рынок полностью. То есть потребности города Благовещенска, когда мы выйдем на свои проектные мощности, то есть эти гектары начнут работать полноценно. То есть мы закроем потребность города во всей продукции. Амурские огурцы, салатную продукцию уже можно найти в магазинах Хабаровска, Уссурийска и даже Камчатки. А со второго полугодия текущего года на предприятии планируют возобновить выращивание томатов, причем разных сортов, от черри на кисти до помидоров-гигантов. Технологии таких теплиц со специальным рассеивающим светом, четырехконтурным отоплением и сложной системой регулирования влажности. Это позволяют делать. На этом у меня все. Читать новости можно на сайте amurlenta.ru Пересматривать понравившиеся сюжеты в социальных сетях на страничке первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobul.tv Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин